мне опять стали под каждым видео писать что мое лицо заморожено и самые думающие мои подписчицы задают вопрос как мне это удалось ну а те кто считает что все красивые взрослые ухоженные лица это результат пластики или ботокса или других инъекций конечно ворчат мол я вся обколотая и так далее но кто действительно хочет добиться хорошего результата избавиться от морщин на лбу в частности сегодня об этом поговорим то обязательно смотрите это видео до конца я в нем расскажу все детально и все это мой собственный опыт и так мое лицо всегда было в какой-то его части эмоциональным в какие-то периоды жизни я очень сокращала лоб причем не только когда что-то случалось а даже по ерундовому поводу например когда рассказывала о своих бытовых проблемках или сосредоточенно работала кстати чтобы вы были уверены что во мне нет ботокса я сокращаю лоб чтобы он хорошо было видно и вообще лицо у меня подвижное надеюсь стало понятнее конечно при таком поведении уже в 40 лет у меня образовалась межбровная морщина а пару лет спустя она преобразовалась залом я очень переживала по этому поводу и обратилась косметологическую клинику где конечно мне предложили поставить ботокс и я это сделала к слову ботокс и оставила всего два раза в своей жизни и каждый раз у меня возникали вопросы во первых блокировка привычной мимики порождает усиление других мимических сокращений это как например если у человека снижен слух тогда его зрение как правило острее чем у обычного человека и так вы блокируете лоб межброви но у вас образуются горизонтальные мощи на лбу или в области носогубки ну как то же вам нужно рефлексировать меня категорически эта ситуация не устраивала но и заломы если они пришли и вы пару лет с ними прожили то инъекции их не уберут точнее я сейчас говорю о инъекции ботокса или диспорта это не суть важно я обсудила этот вопрос косметологом и она сказала чтобы убрать заломы то есть дефект на коже нужно вколоть филлеры какое удорожание и как все сложно не так ли я же не артист эстрады чтобы решать все это таким образом это для них такие методы хороши и я их не виню в этом нисколечко но для обычного человека это все чересчур и еще мне было некомфортно я не люблю когда меня ограничивают в базовых потребностях и здесь мы подошли с вами к очень важному аспекту без внутреннего настроя без мотивации и самодисциплины проблему межбровки и морщин на лбу не решить ни ботокс ни другие методы не помогут нам если мы не откажемся от привычки морщить лоб контролируйте этот момент я подскажу как выработать хорошую привычку я уже об этом рассказывала в одном из видео но повторение мать учения как вы знаете вы прекрасно информированы в каких ситуациях это с вами происходит и я советую перед зеркалом найти такое выражение лица которое не будет заставлять сокращаться мышцы я называю это состояние блаженным хотя по факту оно благостное мы с моим мастером по ноготкам смеялись недавно я постоянно и говорю не морщи лоб молодая же девочка зачем эти морщины а потом тратиться на ботокс на этот раз ее терпение лопнула и она спросила а как мне это сделать я и сказала расправь лоб открой взгляд и что она отвечает вот так я сказала да именно и в итоге между прочим благостное выражение лица перейдет в благостное внутреннее состояние и вам не захочется лишний раз переживать из-за каких-то проблем и вы перестанете морщить лоб посмотрите на нашу молодежь они все с такими лицами ходят кое-что интуитивно видимо понимают и да мимика имеет значение безусловно и это не последнее видео когда я раскрываю данный аспект и это касается не только межброви ну а теперь переходим к тому чего вы все думаю очень ждете как при помощи уходовых косметических средств добиться такого эффекта как у меня самый быстрый путь это то что делали раньше сейчас слава богу уже стало менее популярным и я поясню почему это глубокий срединный кислотный пилинг это все очень травматично имеет множество противопоказаний например розация и купероз ни в коем случае конечно это дает эффект натягивания кожи когда у вас все заживет когда зарастут все рамки все отшелушится покраснение уйдет реабилитационный период длится долго а эффект совсем кратковременный хорошая новость заключается в том что сейчас на смену кислотам пришел ретинол и с ним все гораздо интереснее при этом вы можете выбрать самую активную форму этот ретинаин и вызвать такое же как и с кислотами активное отшелушивание кожи можно если применять по схеме избежать травматичности она у вас приучится привыкнет и тогда третинаин можно применять длительно и тогда вы добьетесь действительно пролонгированного эффекта натягивания кожи при этом она не будет реагировать бурной и вам будет комфортно все же остальные формы ретинола работают мягче поэтому у вас есть выбор к тому же в последнее время разработчики косметики создают такие его формы такие формулы составов когда ретинол можно применять без запаски применять ежедневно а также нет противопоказаний для кожи с проблемами которые я упомянула ранее а также применять его может даже чувствительная кожа например такая форма как ретиноль она одна из самых новейших имеет гораздо менее раздражающую способность сразу погружается в глубоко и работает уже не беспокоя поверхностный слой также если вы видите липосомы в составе или четко прописан липосомный или липосомальный ретинол то это абсолютно нетравматично обзоры с такой косметикой на моем канале выходят регулярно я сама применяю ретинол и знаю что как работает и моя схема такова на ночь два раза в неделю я применяю активную высокую концентрацию ретинола это его один процент и это просто ретинол то есть классика жанра это обновляет мою кожу изнутри а днем наношу также тонер сыворотку крем для лица и для век с ретинолом уже в более щадящей концентрации и с мощными увлажнителями в составе чем я по факту пользуюсь на ночь ридью кер один процент ретинол это очень активно чередую с гильтеком 05 процентов подумываю их 1 процентный ретинол купить попробовать наношу сыворотку от медипил с ретинолом правда она скоро закончится тогда я подключу от них же с розой мне также ретинол присутствует далее крем для век точнее по сути это сыворотка от скин также с ретинолом закрываю питательным новым кремом от медипил он не допустит иссушения и далее наношу из большой банки крем от скин и то кожа натянулась и даже заломы на лбу разгладились ретинол это просто супер компонент просто нужно подобрать тот что будет действовать активно но не слишком травматично смотрите мои видео я там все подробно каждый раз объясняю но самые внимательные зрители сейчас скажут так вы же начали ретинол применять с октября а у вас круглый год лицо как будто заморожено да вы правы помимо внутренней дисциплины и ретинола есть кое-что еще если говорить про межбровку то хорошо работает ночной уход и тейпы последнее можно курсами лоб будет вам за это признателен а еще это важно что я сейчас вам скажу я открою вам тайну пептид змеиного яда а также другие пептиды нейромедиаторы или миорелаксанты если выбирать косметику с этими компонентами в составе и применять регулярно точнее постоянно то в итоге лицо слегка заморозится причем это будет для вас совершенно незаметно вы не будете испытывать дискомфорт так как это происходит например случай инъекций ботокса и хорошая новость заключается в том что большая часть качественного антиэйдж стала содержать в составе хотя бы один миорелаксант а то и целую группу в составе вы можете увидеть вот такие формы и виды этих пептидов а вот пептид змеиного яда обозначается прямо либо как син эйк либо также английское название он самый активный и как правило включается в ампульные составы направленные на разглаживание мимических морщин для межбровки это конечно самое эффективное но для взрослой кожи лучше применять все-таки комплексные составы в которые включены пептиды из разных групп потому что нам не только расслабить мышцы нужно но и заполнить морщины изнутри она это способны только сигнальные пептиды они усиливают деление клеток и кожа в итоге становится плотнее приведу примеры медипил почти все средства их содержит кстати у меня будет или уже состоялась онлайн трансляция совместно с магазином холишоп где я рассказываю про суть этого бренда и показываю новые продукты ссылку оставлю в верхнем комментарии также новые линейки в сомбайми появились и содержат пептид миорелаксант и это очень хороший бренд если он что-то делает то это конечно будет работать но в целом огромное количество косметики могу назвать и не обязательно она стоит как крыло самолета конечно за 300 рублей вы хороший антиэйдж не найдете это просто невозможно это достаточно дорогая технология но начиная рублей так 700 800 можно хотя вероятнее отдать две-три тысячи за сыворотку и за крем но мне тем не менее удается находить и немного дешевле для вас что я показываю видео о бюджетном уходе обычно или видео хочу могу вы спросите а что из нашей рутины должно содержать пептид этой группы я отвечу чем ближе активный компонент кожи тем лучше но очищение и тонер не обязательно должны содержать пептиды у них совсем другая функция а вот сыворотка желательно крем также у меня всегда с пептидами и преимущественно содержит хотя бы один нейропептид применяя такую косметику в течение нескольких месяцев не только вы а скорее даже ваше окружение в первую очередь заметит что вы стали выглядеть лучше мы то каждый день себя видим и не всегда даем себе отчет но люди это точно заметят про тейп у меня будет скоро видео есть новая техника и она более простая чем все предыдущие а средства по уходу за кожей эффективные антивозрастные вы регулярно видите на моем канале и поверьте у меня самое работающее мне 50 и на мне видно все сразу действует или не действует надеюсь было полезно и кому нужно тот услышал всем желаю успехов достижения кожи вашей мечты всех по традиции целую и до скорых новых встреч а